Саша, расскажи мне, пожалуйста, что это за аппарат, тренажер и что это вообще такое? Аппарат-тренажер немец, на котором ты сегодня будешь тренироваться. Я думаю, меньше слов, больше дела. Приступим? А что я буду тут делать? Давай сделаем так. У тебя, по всей видимости, есть какие-то цели. Ты можешь поставить их, то есть это увеличивать мышечную массу. Хочешь как Димка стать, например? Нет. Нет, хорошо, тогда будем худеть, хотя я не сомневаюсь. А можно попросить, Паша, что можно мне сделать такую нагрузку, чтобы вот для тонуса? Конечно, можно. Можно сделать только для тонуса, ничего не будет расти, ничего не будет уменьшаться. Это тебе, наверное, виднее, сама сможешь регулировать. Да, ну я, в принципе, неплохо выгляжу. Я просто не могу отработать. Спасибо, так что начнем. Давай. Разрешивайте. Пожалуйста, пожалуйста. Вот здесь закрепляли. Закрепим. Дышать нечем. Воздух мы все-таки тебя расставим. Да, руки. Не, худеть я не буду ни в коем случае, не хочу. Места для меня очень важно. Мы можем, в принципе, спрятать внутрь. Если не Дима живут. А у меня в машине една есть. У меня теперь только булок. Правильно. А, икры. Так, ну что? Хорошо. Окей. Я сейчас сделаю, буду. Не только даже делать ее, а буду. Номер девять. Ты готова. Я начинаю еще, можно? Я могу еще раз. Хорошо, расскажи, пожалуйста, что я буду ощущать, к чему мне готовиться и что мне нужно делать. Аппарат используется в реабилитации очень активно и в данном случае будет влиять на тебя вспомогательно. Ой, значит, это только помогает еще. Супер. Какой хороший тренажер, как хорошо, что я его увидела. Нагрузки на сустав, на позвоночник не будет. То есть бороться будем с дисбалансами и с асимметрией. В первую очередь. Начнем? Да. Что мне делать? Вкратце, что будет происходить? Будет поступательный импульс, длится в течение трех секунд. Ты должна будешь его статически, так сказать, держать, сопротивляться, напрягаться. Постепенно мы будем подключать сначала ноги, ягодицы и так далее, все мышцы. И будет сменяться этот импульс трехсекундной паузы, когда тебе можно будет отдохнуть и расслабиться. Хорошо. Стартуем? Да. Начнем? Начинаем. Поехали. Ноги, поехали. Ау! Что это? Еще раз. Еще раз. Внимание. Импульс пошел сильный. Внимание. Поехали. Ноги напрягаем. Активно сопротивляемся. Достаточно. Еще, наверное, чуть-чуть побольше можно. И напрягаем. Еще добавляем. Чуть-чуть. Вот, все, да. Следующие. Ягодицы. Внимание. Поехали. Вместе с ногами я добавил ягодицы. Вот, вот. Диафрагма совместно. Выдохом контролируешь диафрагму. Поехали. Во! Ой, прям сейчас все чисто. Дышим. Внимание. Хороший вдох. Хорошо, можно еще добавить. Во! Окей. Внимание. Добавлю пресс. Поехали. Выдох. Окей. Вернулся обратно. Внимание. Знаешь, что будет. Поехали. Держим. Чуть-чуть. Да, а почему-то у меня правая рука вот больше вот как-то работает. Наверное, из-за твоего плеча. А, травмировано. Травмировано плечо. Пресс отвлеклась на руки. Держим все вместе. Координируем всю работу. Я добавлю тебе еще икроножные мышцы. Внимание. Ноги полностью все напрягаем. Все. 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 Я чувствую ощущение, вот прямо так, знаете, как будто мое тело пробивает током со всех сторон. Знаете, вот это сопротивление очень сильно. Говорить, правда, очень тяжело. Потому что надо... Говори только паузу. Говори. Три секунды. Надо держать все тело. Поехали. В напряжении бороться в сопротивлении именно. Еще. Предлагаю сделать еще пару минут и в паузу рассказать. Да, хорошо, сейчас. Еще внимание. Поехали. Давай отрегулируем. Нет, 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 нет. Фу. Еще. Можно я расскажу? Паузу? Да, пожалуйста. Окей. Параметры сохранил. Фу. Мои ощущения. Давай. Тело все содрогается внутри от того, что идут токи. Правильно? Токи же или импульсы? Импульсы. Идут сильные импульсы. В этот момент ты напрягаешься, все тело у тебя очень сильно напрягается. Ты чувствуешь работу. И вот этот маленький отдых, маленький отдых тебе дает действительно быстро восстановиться и еще раз напрягаться. Я поняла, что только на чуть полусогнутых ногах надела, да? Потому что для прямых сразу пробивает все тело. Для того, чтобы не было сгибания раков, то есть для предотвращения правильной травмы. Вот эти вот импульсы, они, я даже не знаю, как передать, но это ощущение очень прекрасное. Очень прекрасно чувствуется работа, действительно работа. Я вот сколько я пробыла, всего 3-4 минуты, да, в этом состоянии, но я уже чувствую, что у меня, я уже начинаю уставать. Уставать вот тело вот как-то вот чувствуется. Почему? Потому что в первую очередь включаются мышечные волокна, которые в обычном тренинге участвуют меньше, чем те, которые работают много. Это значит, например, если я тренируюсь на тренажерах, все равно эти волокна не дорабатываются еще, да? Совершенно верно. В его мышце есть отдел, в котором присутствует пиковое напряжение, то есть максимальное количество волокон находится в центре. Все, что к прикреплениям удаляется, они работают меньше, меньше и меньше. Соответственно, в первую очередь попали в работу те, которые слабеют. Хорошо. Сейчас мы этот дисбаланс хотим восстановить. Можно вопрос? Вот на этом тренажере надо работать только в этой статике? Или вот, например, я вот хочу больше дать нагрузку на ягодицы, значит, надо больше включить импульсов на ягодицы или какие-то упражнения еще можно делать? Совершенно верно. Упражнения начнутся тогда, когда ты научишься стоять ровно, красиво и выровняешь интенсивность. Усилить, например, работу ягодицы. То есть ту или иную мышцу. В любом случае можно, естественно, усилить, не увеличивая нагрузку. Ее нужно просто сократить. Соответственно, если ты вставишь в позицию выпад, то сейчас ягодичная мышца максимально сокращена. И в этом положении она будет более жесткая в работе ниже, чем... Когда пойдут импульсы. Совершенно верно. Соответственно, ты делаешь несколько сокращений в такой позиции и... И меняя на другую ногу. Меняешь на другую. То есть 10-15 импульсов в такой позиции и смена. Может, попробуем? Конечно. Давай. Поехали. Меня интересует выпад еще больше. Живот в себя. То есть твоя ось в тазобедренных суставах. 10 сокращений в этом положении. Рука прям дергается. Ягодицы. Чума, ребята. Очень интересно. Ощущение, что-то новое. Если вы не против, что появитесь в Ютубе. Звезда Ютуба. Я играю еще. Вот я начинаю привыкать к этой уже нагрузке. Может быть, мне что-то прибавить? Мы отрегулируем. Ага. Скажи, где. Так, бедра. Поехали. Добавляем. Не останавливаешься. Стоп. Замечательно. Чуть-чуть ягодицы. Ягодицы обязательно, да. Внимание. Поехали. До 50%. Все. Замечательно. Немножко поясницу. Поясницу сейчас. Все, да. То есть, есть такая прекрасная нога ПНФ, которая восстанавливает такого рода травмы. У меня просто вылетает плечо очень сильной сумки. Да. После гимнастики. Из-за этого у меня всегда проблемы есть с плечом. На упражнении на трицепс, там задние. Я практически это не делаю. Смотри, для тебя специальное упражнение. Еще раз я тебе покажу. Из вот этого положения. Это положение наше спастическое, грубо говоря, отбириона. Мы полностью в сокровом, в коротком состоянии находимся. Траектория движения на раскрытие всех коротких мышц. Включая ротационное, повторяешь за мной. Идешь, постепенно начинаешь раскрывать пальцы. Чуть-чуть вот сюда. Это конечная фаза. Со следующим импульсом делаешь абсолютно обратное движение. Закрываешь кулак, возвращаешься в это положение. Твоя задача контролировать полностью все мышцы. Сгибательную, разгибательную функцию и ротационные движения. Внимание, еще раз. Медленное трехсекундное движение. Выдох, хорошо. Еще раз. Медленное трехсекундное движение. Тяжелая штанга. Да, кстати, ощущается, да, как будто я штангу тягаю. Разгибание. Не торопись, трицепс не убывай. Сделай фронацию. Останься. Еще раз. И подъем вместе с супинацией. Окей. Теперь прямая рука с раскрытием пальцев в конце. Чуть медленнее движение. Хорошо. Традиционное движение, раскрытие. Супер. Стоп. О, слушай, прорабатывается все. Я прям все чувствую. Поехали. Попрямляем, да, до конца? Да, обязательно. То есть полностью движение должно еще не видеть. Я правильно делала, что я напрягаюсь, сопротивляюсь, да? Трицепс умер, честно могу сказать. Нет импульсов, а уже болит очень сильно. Хочу тебя убивать, чтобы плечевое тебя не наделал. Ввиду старых триггеров, которые существуют. Сегодня может быть. Хорошо. Есть вот люди, которые говорят, я вот хочу накачать себе спину. Чтобы широчайшие были вот так вот. Вот такие вот. Я должен тебе ответить. Да, что мне надо сделать? Значит, мы тренируемся, тренируемся, тренируемся. Потом выходим во двор. У нас там почти во всех дворах есть турники. И идем на турнике. И качаем широчайшие. Будет вот такая спина. Хорошо. Ну вот для роста мышц вообще этот тренажер как? Подходит? Для роста мышц подходит этот тренажер с определенной частотой. То есть мы сейчас с тобой тренировались на той частоте, которая позволяет перевести тебя в тонус. Она позволяет поработать с мышцами, которые могут стать просто сильными. То есть за это отвечают, как правило, переходные волокна. За рост мышц отвечает белые волокна, плюс соответствующее питание, плюс соответствующий отдых. Есть возможность настроить этот тренажер. Кроме того прочего, если ты тренировалась определенный цикл, адаптировалась к этому, к этой частоте, мы можем точно так же изменить. Слушайте, я прям так думаю, это вообще супер вещь. Это так же можно поставить дома, за место там какого-то там огромного-огромного тренажера, да? Просто комплекса поставить. Я бы сказал, лучше всего дополнить, еще пару каких-нибудь интересных штучек, старых, добрых. Ну, понятно, бештанги никуда все равно, да. Но это куда-то над ошибками, я бы сказал. Так что для дома очень удобно, я так смотрю, просто у меня клиенты, которые, я приезжаю к ним домой, я могу им порекомендовать. Один квадратный метр еще. Миха Боди Тек, блин. Суперская вещь. Не зря все-таки я очень хотела потренироваться на этом аппарате. Спасибо огромное, мне очень-очень понравилось. Я действительно чувствую ощущение, такое, как будто я потренировалась целый час в тренажерном зале. Хотя мы с тобой сколько тренировались? Всего 20 минут. Так что спасибо огромное. Низкий тебе поклон. Все, ребята, вот приходите, тренируйтесь, вам понравится. Ну, или хотя бы просто для себя узнать, что же это такое. Тренируйтесь всегда и везде. Будьте здоровы! Доу. Ух ты, конечно. Ух ты, я... Ух ты, я... Ух ты, я... Субтитры сделал DimaTorzok